Привет всем, кто продолжает играть в Клондайк, и сегодня немного необычное видео о вот этом вот нашем товарище Леонси, который очень любит взрывать динамит. Он является мастером этого дела, поэтому разложить шахту, его разобрать, узнать где все бомбы, это всегда очень интересно. Вот такие расклады бывают, вроде бы все разобрал, а в конце тебе на попробуй угадай в какой клетке бомба. Вероятность 50 на 50, то есть приходится рассчитывать на удачу или на опыт, или на что-то еще, на какой-то здравый смысл. Ну или вот так вот, две бомбы по диагонали, попробуй тоже поставь их в правильном порядке. Вот такие тоже бывают в конце ситуации, когда попробуй угадай. Здесь одна бомба, это конечно легко, ну или вот такой вариант, один из трех, попробуй воткни в правильную клетку. Конечно же, очень красивые потом картины появляются, когда это все заканчивается в твою пользу. Леонси якобы проиграл, но это можно делать, конечно же, до бесконечности. Этих локаций много, поэтому вот такие картинки можно видеть, наблюдать каждый день. Локация Polarside. Шахта эскимосов. И немного расскажу, откуда это видео вообще появилось. Хотел удачную подборочку такую собрать, по всем локациям прокатиться и поснимать, как это происходит и что вообще происходит, когда разбираешь на всех локациях Леонси вот эти шахты и какие ресурсы из них выпадают. И так получилось, что вот как раз здесь в Polarside все пять попыток оказались удачными. Ну и конечно же, запись была произведена. Вот так вот появилось вдруг это видео. Ничего я здесь не вырезал, вообще ни одного вырезанного фрагмента. Просто немного увеличена скорость, чтобы посмотреть, как все это было. Не знаю кто как, для меня вот этот Леонси довольно-таки интересная тема. Очень всегда непредсказуемо все происходит, не знаешь чего ожидать. Вот здесь затык очередной. Попробуй, поведи, где же будет следующая бомба. Конечно же здесь очень даже повезло, вот в этот раз, вернее во все эти пять раз. Такие бывают ситуации, что ну просто невозможно вычислить где и что. Вот как сейчас опять. Около тройки еще две бомбы, две около двойки, но попробуй узнай в какой же она находится. Здесь удача была на нашей стороне и в конце концов все вот так вот симпатично раскладывается. Первая победа есть, ура! И сейчас мы увидим, что же там понасыпется. Очень даже красиво поляна засыпается вот так ресурсами и какими-то коллекциями. Здесь конечно немного, это всего лишь полар сайт, поэтому в Ханбулате попробую заснять. В Ханбулате это в принципе тоже может быть реально пять побед подряд сделать. А вот следующие две шахты, это Санрайз и Нордпассо. Там конечно намного все сложней. Нордпассо еще как-то разбирается, бывает даже три-четыре раза. А вот в Санрайзе очень даже сложно. Одни бомбы, не знаю как там можно пять раз, можно ли вообще там эти пять раз разобрать. Конечно будем пытаться, но вот смотрите пока как происходило это все. Вторая попытка. Не знаю как кто раскладывает. Где-то есть много конечно обучающих роликов. Кто-то программы какие-то использует, втыкает туда вот эти цифры и старается по этим цифрам потом подобрать расклады какие-то. Как-то себе помочь. Ну вот добивая. Я никакими программами не пользуюсь. Во-первых это очень долго. Во-вторых, ну не вижу смысла. Особо здесь ресурсов не так уж очень много. Конечно сыпется и если за один раз может быть да, ты ничего такого особого домой не привезешь. Но если ты сегодня пять раз разобрал, завтра два, три и так вот по всем локациям покататься. Конечно же на всех складах этих ресурсов и коллекции собирается довольно таки приличное количество. Поэтому каждый день, ну если конечно находитесь в игре, почему бы не прокатиться и не попробовать свои силы вот с этим вот безумным Леунсием, можно сказать, повоевать. Расклады бывают очень даже интересные. Иногда сломаешь голову. Ну не везет и все. Вроде бы не раскладывается. А потом какой-то один удачный всего лишь ход. И все. Пошло. Открылась пол карты одним ходом. И очередной вот такой вот фейерверк в награду нам высыпается. То есть немного совсем времени нужно потратить, чтобы по всем этим локациям прокатиться. И в конце концов пройдя в Нордпассо за неделю там в 10% если попасть, то получаем мы очень даже прикольную такую рулетку, которую дома крутим каждый день. Рулетки конечно мы собираем. Поэтому если у вас есть какое-то свободное время, ну прокатитесь, попробуйте, что у вас получится. Не знаю, я очень даже легко разбираю все вот это вот хозяйство. Если оно разбирается, конечно. Бывают такие расклады, что ну ни в какую. Один флаг, следующий ход, раз и бомба. Все. В принципе можно бросать. Расстраиваешься и неохота уже ехать даже в следующую локацию. А бывает так, что приезжаешь вроде бы. Ну ладно, сейчас пару раз разберу. А получается так, что разбирается очень даже много раз и ресурсов этих керосин еще в огромном количестве тратится, чтобы их потом все вывести. Но вот видите какая опять же ситуация. Здесь внизу у нас тройка уже есть. Спокойно можем бить. Не знаю, многие почему-то не понимают как бы. Если вот вы около однушки нашли бомбу, почему-то не понимает народ, что вокруг нее больше нет бомб. Вот смотрите какая ситуация. Около тройки одна бомба, одна бомба вот здесь вот. И попробуй вычислить. Ну в принципе здесь вот немного удачи и в конце концов получилось. Вот здесь одна бомба и к тройке четверкина бомба встанет третий. То есть две вот этих свободных клетки можно бить. Ну и смотрите, что теперь попробуй вот угадай. Двойка. Есть тройка. Пожалуйста, ребята, все разложено. То есть немного потренироваться как бы. Поездить, поиграть. Привыкаешь довольно-таки. Есть несколько каких-то стандартных таких ситуаций, которые даже не думаешь уже. Просто открываешь, потому что оно вроде так вот должно и быть. Еще раз давайте начинать. Следующий расклад. Очень всегда это бывает необычно. Вот так вот 4-3. Потом найти однушку и все в принципе дальше идет. Очень даже всегда здорово. Но это Норд. Ой, какой же это Норд. Это у нас конечно же шахта эскимосов в Поларсайде. В Нордпасо и в Санрайзе там конечно расклады поинтереснее. Очень даже бывает сложно. Вот так вот двойка у нас зацепляет единицу. Ну, поэтому под единицей можно все три клетки пробить. Вылазит двойка опять же и еще одна единица. То есть одно за другое цепляется. И если такое дело можно разложить, то в принципе ничего сложного. Но подставы конечно в конце бывают. Но они не только в конце бывают. Бывают так, что начал разбирать. И тебе сразу в углу дают 50 на 50. То есть есть ли смысл ковырять дальше всю эту карту, обработать все, найти бомбы. А потом вернуться в этот угол, долбануть и не попасть. Попасть вернее в бомбу. То есть тут каждый сам решает. Ну, обычно я такие ситуации сразу пытаюсь узнать. Угадаю ли я. Долбанул, не угадал. Все, не надо дальше уже тратить время. А если угадал, то идем дальше. Здесь вот у нас в принципе тоже все уже прозрачно. Около тройки мы можем спокойно бить. Двойка. То есть там тройка в углу тоже все красиво получается. Ну что ж, друзья. Вот так вот интересно все завершилось. Пять побед в шахте эскимосов. Придется все-таки мне как-то пробовать дальше ехать. В Ханбулате теперь это дело заснять. Там, конечно, потруднее. Ну, немного, но потруднее. Идем на склад, смотрим, что у нас здесь насыпалось. Ветер всегда. Трава бывает. Доски, брус. Черника. Ну и энергетики какие-то. Канаты, вода. Обычно за неделю, за две собирается очень даже много золота. Не оставляйте без внимания вот эту часть игры Клондайк, которая иногда бывает даже очень интересной. Поэтому ждите новые видео. Постараюсь, конечно, заснять я такие же ситуации и в других локациях, очень красивые и интересные. И продолжайте, конечно же, играть в Клондайк. Добавляйтесь, друзья. Удачи всем и до новых встреч на канале.